Уважаемые граждане России, дорогие друзья! 2018 год уходит. Непростой в натуре год был, но все траблы и трудности, которые я вам намутил в уходящем году, сплотили нас еще сильнее. Нас, как говорится, того, а мы крепчаем. В этом году мы победили в Сирии, где погибли сотни наших граждан, а братан Асад продолжает мочалить своих. Зато он Абхазию с Осетии признал. Ура! Я спороваться даже не стал, но из-за пролива этого Керченского. То-то, зуб даю, такого страха Дональд в жизни не испытывал. Вообще, в этом море Азовском мы шороху мощно навели. Как наш на таран-то пошел? Это я идею подкинул. Для экономии. Чтобы патроны не тратить. Патроны-то не резиновые, пригодятся еще. В другие страны не полезен, конечно, дорого это, а деньги-то мы уже все сперли. А вот с украинскими еще попровоцировать можно. Опять же, дух боевой поднять, да и рейтинг мой великодержавный заодно. Я одно не пойму, почему это они нашим мужикам въезд закрыли именно с 16 до 60 лет. Чего вы мне жить не даете? То есть мне с братвой моей можно, а нормальным людям нет. А я вот с Сеченом возьму и сам поеду. Не хуже Петрова с Башировым от работы. Прикинемся туристами, мол, экскурсия у нас, вареники, сало, а сами стариной-то нашим хом поросший нет-нет, да и тряхнем. Одно спальная у вас была кровать или двуспальная, вот это сейчас весь мир волнует меньше всего, я вам честно скажу. Мало не покажется. А в случае чего тоже скажем, мол, ну спали в номере одном, в собор смотрели. Хотя нам бы в Грузию лучше, там траву, говорят, курить можно. Да и дел там у нас тоже хватает, наших-то перебежчиков там пруд, пруди сейчас. Или еще какой-то Саакашвили мимо пробежит. Мы его раз, и Ксимонян потом на передачу сразу байки травить. Ох, молодость, вспомним. Так что Трамп меня еще не знает. Мало я его запугал-то. Ну, санкции новые он вводит все равно каждый месяц. Но это же нам только в помощь. Всегда есть повод, госбюджет, налоги, которые вы нам платите, чтобы нам самим за вашим баблом не приходить, моим братанам перечислить. А что? Их ведь Запад загнивающий обижает. Конечно, помочь надо, мы же русские люди. У нас душа широкая. На всех моих однокурсников хватит. Ну и мне, мальца, на старость мою и всех моих родственников нынешних и будущих. Это тебе. Это мне. Это опять тебе. Это обратно тебе. Ну да, экономика из-за моих выкрутасов наша, конечно, обвалилась совсем. Ваша, вернее, экономика. С моей все в порядке, слава богу. Это все время тебе. Ой. Ну, так вы это, держитесь там. Пояса потуже, супчик пожиже. Главное ведь вместе. Не все же вам, Оливье, этот буржуйский лопать в Новый год. Вы макарошки по-флотски сварите. Или картошечку вареную. Какая гадость это, ваша заливная рыба. Я, кстати, в следующем году книжку выпускаю. «Остаться в живых» называется. О том, мне министры говорят, больше 22 миллионов наших уже еду купить не могут. А большинство одежонку новую не в состоянии. Вот хочу им советы дать народные из личного опыта. Я же и моя братва тоже без денег давно. Все бесплатно стараемся. И как-то выживаем ведь. Честное слово, ни копейки сам за последние годы не потратил. А если я могу, то и вы сможете. Я вас уверен за Родину-то. Так что нечего там ныть жужжать, митинги устраивать. Молчать! У меня уже за последний год от вас голова болит. В тюрьмах места нет. Вам лишь бы в СИЗО пожрать за казенный счет. Дармоеды. А Навальный ваш этот, ой, мне же его называть нельзя. Ну, да ладно, Новый год ведь волшебство. Так вот, Навальный-то ваш со своими навальнятами. Вообще обнаглел. Специально нарывается, чтобы мы его сажали каждый месяц. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать? Это возбудительно! Квартплату, видимо, платить не хочет. Халяву нашу тюремную ему подавай. Бездельник. Врет все то про меня, то про друзей моих потом и кровью. На хлеб насущный ваш бюджет раздербанивающих. Ух! Хорошо же все у нас. Каждый день новые победы. Жить-то стало лучше. А он врет. Ну, как же у людей денег нет, как он клевещет? Если даже простой ведущий со второго канала, вот этот Брилев Саша, смог хату в Лондоне за 700 тысяч фунтов купить. Или вон Володька Соловей, или Дима Кисель. Рабы на галерах. Главное ведь труд. Они гражданские? Не слышу. Гражданские? Гражданские, конечно. Вот они трудятся на благо Родины, матушки. И на домике закордонные, на какао с чаем заработали. А вам бы все лениться дныть, мол, медицины нет, образования, взятки, дороги, пенсии. Так на кой вам эта пенсия? Ты заработай пойди, как мы все. Трудись. Нечего на подачки от государства рассчитывать. Так что смотрю я на людей, ну, вокруг меня, и радуюсь. Хорошо, значит, живет страна. Слишком даже, я бы сказал. Одно не пойму, чего это рейтинг мой падать стал в последние месяцы. Ошибка там, думаю, в этих опросах. Америкосы что-то опять на пак остелили, комитетчики не досмотрели. Поправить надо. Непорядок. Говорят, больше 60% из вас, моих драгоценных, меня считают виновным в проблемах страны. Да ну бросьте, я тут при чем? Мне эти ваши проблемы вообще не сдались. Своих хватает. В очередь, сукины дети, в очередь! Я же этот, как его, царь. Ну, дел полно. А вы говорите, я виноват. На себя посмотрите. Выборы кто-то там мямлет нечестные. Зачем вам вообще эти выборы? Я же нацлидер. Че тут выбирать? Ваша оппозиция даже на наши телеканалы боится ходить. Говорят, не пускают. Вранье. Не приходят трусы. Боятся, что Сашка с Володькой их разоблачат окаянных. Все, кто хочет, их пускают. Ну, Матвиенкова или Жириновский или еще кто-то. А их, видите ли, не пускают. Разобраться надо бы и с оппозицией, и с опросами лживыми, что, мол, не любят меня уже. Как ж не любить-то? Я же как, че, где взорвется из-за того, что меры безопасности никто не соблюдает, бессовестные, идут к пахану городскому мной назначенному, деньги суют, мол, возьми, милый, не можем твои меры-то соблюдать. Ну, конечно, он возьмет. Не человек, что ли? Ну, и взрывается потом. А я-то при чем? Вы же сами деньги носите. Вам и отвечать. А войны вот эти все с соседями. То в Грузии очередной земли своруем, то в Украине постреляем. Вот че они обижаются? Мы же, ну, по-соседски, по-дружески. А они церковь говорят, вашу не хотим. Это ж как так? А кто там провокации всякие устраивать будет и народу мозги промывать? Не положено это. Глупость какая-то. Сидели бы себе тихо. Мы там спокойно с местными братанами разворовывали все потихоньку. И вдруг на тебе. То не хочу, это не хочу. Демократию хочу Европу. А делиться кто будет? Долю вообще к постсовковой за крышу не пойдет. Вот пусть теперь с нашими сепаратистами разбираются. Жадюги. А так, в общем, нормально все, как я подлежу. Не зря я 19 лет сижу тут. Не зря. Скоро уже бой курантов. Так что закругляться буду. Пацаны там уже новогоднюю елку зажгли. Хороводы то-се. Кальмарики санкционные с рокфором закусывают. Что вам пожелать? Держитесь, дорогие мои. Уверен, что вместе в 2019 году мы станем еще богаче и еще успешнее. Ну, мы как бы точно станем, а вы не знаем. Я знаю, что вы сможете перенести любые невзгоды и тяготы. Ведь вы русские люди, а не всякие там буржуи демократические. Вызбу горящую, коня на скаку. На миру ведь и смерть красна, как я люблю говорить. Так что мира вам, дорогие россияне. С наступающим Новым годом. Новым годом.